Дешевле выиграть чемпионат Украины, чем купить билет на Олимпиаду в Сочи. Мальдивы. Существенная статья расходов – перелет. На период игр цены взлетели. Можно совершить перелет из Абакана в Сочи через Москву. Перелет осуществляет авиакомпания «Севен». Стоимость составляет примерно 40 тысяч рублей. Назад перелет будет составлять еще дороже – 63 тысячи рублей. Есть альтернатива ехать поездом. Тогда дорога в один конец обойдется примерно в 8 тысяч рублей. Но в пути придется провести 4,5 дня. Недешево стоят и билеты на соревнования и церемонии Олимпиады. Самые дорогие билеты на церемонию открытия. На церемонию закрытия расценки чуть скромнее. Билеты на соревнования стоят от тысячи рублей. За небольшие деньги можно посмотреть фристайл, керлинг и бобслей. Самые дорогие дисциплины – хоккей, биатлон и фигурное катание. Красноярская телеведущая Анастасия Солопеко готовится к поездке начала заранее. Билеты на соревнования купила в числе первых почти год назад. Сразу как открылась продажа в интернете. Поэтому удалось сэкономить. У меня в руках счастливый конверт. Здесь написано «Сочи-2014». Именно в нем курьер доставил мне билеты на Олимпиаду в Сочи. Я купила набор билетов на два вида соревнований. Пока это фигурное катание и сан и спорт. И мне парные билеты обошлись в районе 30 тысяч рублей. В круглую сумму выльется и проживание. Место в самой дешевой гостинице-хостеле от 2000 рублей в сутки. Корреспондент так, какой программы на канале ТВ7 Татьяна Батаева считает себя счастливицей. Девушка поедет на Олимпиаду бесплатно. Она – волонтер. Я, конечно, безумно рада, что выпала такая возможность. В плане, если ехать не в качестве волонтера, думаю, не получилось бы. Скоро я увижу Олимпиаду в Сочи, а пока повседневные серые будни и ничего особенного. Олимпиаду в Сочи называют самой дорогой в истории. Она обошлась России в 50 миллиардов долларов. Для сравнения, на эти деньги республика могла бы жить 83 года при нынешних ценах. Кроме того, в стране дефицит бюджета. В этом году расходы превысят доходы на 400 миллиардов рублей. Из-за этого вокруг Олимпиады много негатива. В последние дни Абакан наводнили листовки с призывом бойкотировать игры. Вот такие объявления висят во дворах домов на Кирово и Щетинкино. Большинство опрошенных нами абаканцев относятся к Олимпиаде иначе. Сам бы хотел участвовать, но меня не берут. Олимпиада тоже нужна, хоть и много потратили. Надо миру показать, какие мы хорошие, какие мы сильные, какие мы дружные все. Мы должны, вся страна должна вообще болеть за наших спортсменов. Рекорды ставить по затратам денег ни к чему было. 22-е зимние Олимпийские игры в Сочи пройдут с 7 по 23 февраля. Очевидно, что большая часть соотечественников своими глазами их не увидит. Посмотреть Олимпиаду можно будет по телевизору и в интернете. Игры будут транслировать три российских канала. Первый – Россия 2 и НТВ+. В интернете можно смотреть трансляцию на сайте russiasport.ru Игры, которые мы заслужили вместе с тобой. Елена Васютина, Алексей Иванов, Владимир Чебодаев. Новости 7 телеканал. Новости 9. 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 Новости 9.